В целом послание главы государства это программный документ вхождения нашей страны в 30-ку самых сильнейших государств в 2050 году. И здесь было сказано и о том, что необходимо для того, чтобы исполнить вот те задачи, которые поставлены, нашей стране нужны физически сильные, физически духовно сильные патриоты страны. Поэтому особое внимание глава государства уделил необходимости утверждения принципов здорового жизни, в том числе средствами физической культуры и спорта. Спорт это одна из важнейших факторов оздоровления населения. Поэтому мы видим в своих действиях по исполнению данного послания развитие массового спорта. В этом плане, естественно, нужны много направлений, работы и в особенности развитие массового спорта непосредственно в местах, в сельских округах, начиная с районов, сельских округов. Надо создавать условия для занятий спортом. Но если говорить еще об одном очень важном, на мой взгляд, направлении, о том, что президент сказал, что надо усилить внимание к гражданам, которых с ограниченными возможностями здоровья. Это вот в первую очередь их надо активно привлекать. В этом плане мы видим нашу работу в развитии паралимпийского движения, особенно инвалидного спорта. И в целом у нас определенная работа проводится совместно с Общественным объединением Паралимпийского комитета Казахстана. Мы сейчас проводим работу, и наши спортсмены участвуют в международных соревнованиях, проводятся чемпионаты Казахстана. Но я думаю, еще немало таких людей с ограниченными физическими возможностями, которые сидят дома и не знают, что делать. И как бы в этом плане у нас как бы работа, надо заняться активно, привлекать их к занятиям физической культурой и спортом. Для них надо создавать все необходимые условия, начиная с создания спортивных клубов для людей с ограниченными возможностями. Вот в этом году мы на республиканском уровне уже и поддержка есть правительства, и выделены определенные финансовые средства для открытия республиканского центра по развитию инвалидного спорта. И я думаю, в каждой области, в каждом регионе должны создаваться спортивные клубы для инвалидов. И мы должны как бы активно привлекать их к занятиям спортом. Есть спортивные клубы, которые созданы, но не во всех областях, опять же. И эти клубы должны быть в каждом регионе. Есть специфика в развитии инвалидного спорта, свои подходы, свои как бы даже методики тренировки. Есть нюансы, которые, например, в том же виде волейболе, например, для этих категорий отличается много других моментов. Поэтому и методические разработки должны быть, и мы должны изучать опыт других стран. И для этого надо создавать, чтобы были организации, которые занимались в каждом регионе непосредственно развитием паралимпийского движения. Я был участником, как бы принимал участие с нашей командой в паралимпийских играх международных. И когда более 4 тысяч таких же людей с ограниченными возможностями, и каждая страна представляет, и участие наших спортсменов в этой спортивной жизни, оно как бы дает дополнительный импульс для каждого спортсмена, который принимали участие. И мы тоже свою эту традицию проведения паралимпийских игр возродили в Казахстане. 10 лет назад создали паралимпийский комитет. Но все-таки отношение общества нашего к этой категории населения еще как бы не так высоко. Например, даже попасть нашему инвалиду, человеку с ограниченными физическими возможностями, на стадион определенный, который был раньше построен. Современные стадионы сейчас имеют и пантусы, все подходы, но раньше сложно попасть даже на стадион, для того, чтобы поболеть там, поприсутствовать. Поэтому все эти нюансы мы должны как бы изучить и принять на местах меры, для того, чтобы любой человек с ограниченными физическими возможностями мог попасть на спортивное сооружение. И для занятий спортом, и для того, чтобы поболеть, посмотреть матч или игры определенные. Поэтому в этом плане еще непочатый край работы, и мы должны совместно с местными исполнительными органами, паралимпийским комитетом эту работу активизировать. В зимних паралимпийских играх, к сожалению, у нас не такое большое количество участников, но мы планируем сейчас где-то 3-5 спортсменов, паралимпийцев, сейчас они участвуют в последних лицензионных соревнованиях. Я думаю, что они примут участие и завоюют лицензии. С каждым годом их число растет, занимаются, но, к сожалению, зимние виды, вот непосредственно паралимпийских видах, у нас, к сожалению, еще нет таких больших достижений. Но я думаю, что все это впереди, мы должны работать над этим, и учитывая, что мы в 2022 году сейчас хотим провести Олимпиаду, в том числе и паралимпийские игры, Поэтому здесь надо в этом направлении еще работать и, как говорится, обратить внимание на то, чтобы готовить этих спортсменов. Для этого как раз нужно создание спортивных клубов для инвалидов, нужны программы, нужны методические разработки для занятия. Мы должны готовить тренеров по этим паралимпийским видам спорта, потому что это имеет свою специфику подготовки таких спортсменов. Естественно, мы выработаем свои направления для того, чтобы по своим направлениям работы в отрасли спорта мы выполняли то, что сказал глава государства.